шоу захват ты просто не напрягайся особо то есть мы как бы включили стрим стрим работает но именно только нас слышно только звук то есть только пока пока мы как бы типа ну как в театре знаешь есть такой момент когда я могу посмотреть про сейчас я хочу этот короче а вот и все лишнее выключил лекс круп так 1 в любом случае идет этот короче то что надо идет параметры джеку force 1060 я просто сейчас еще блин профиль высокие ограничить диапазон битрейт управляет другими время обработки каждого к низкий значение счет общего качества видно увеличивает чего-чего время обработки каждого кадра низкие значения увеличивают общее качество быстрый проведу установка быстро просто нет 10 часовое быстрый так стены квантовая сейчас я его настраиваю тут такой рендерер фильтров нету не херово у тебя там кодек хвеца good quality мне нафига нужно высокий профиль витрэд в регионе стаки чего жать и формат светлости высокий установка быстрый быстрый мать уже дебри рендеринг пошли так быстрый профиль кодек все окей конечно мaphore 4 вывод контейнер а да 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 все настроил быстро окей аудио видео тысяча 120 на 1080 без максимум чего square pixels 29 97 просто 20 15 кадров еще меньше еще быстрее и спорт ни хера не работает, что-то странное значит с этим делать, с этой фигней а тут короче ливень жесткий будет идти будет идти еще наверное в течение месяца я уже думаю как себе сделать место где можно варить потому что время идет блин чего что вообще он не хочет рендерить абсолютно нет это премьер про рендеринг хочу выложить большое видео 10 часовое но мне кажется что с моими мощностями но не знаю как очень хочется сделать видео на 10 часов я не знаю как рендерить это потому что там ну это килотонна просто такой компьютер которую только в штатах можно купить наверное да включая камеру в этом дискорде я сейчас перекину изображение в стрим да стрим да сейчас я в этот подожди захват захват о да ты ты есть на стриме чувак да супер ура народ салатик греческий почему такое ведро гигантское ребят все как в жизни не готово ни хрена как бы салатик салатик в принципе готов вот осталось короче картошечка с грибочками и морковочкой поджарочка то есть можно открыть да если чё это нет короче кто смотрит повтор либо смотрит сейчас стрим к сожалению я не вижу строку состояния чата вот чат чат загрузил все есть нет чат я загрузил как этот самый короче не важно там на этом на стриме ты можешь кстати хотя не 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 стоит смотреть потому что одновременно все это на хер накроется у тебя комп не выдержит а чем он это вот я тут скоро открывать кулинарные курсы да есть там грибочки картошечка раздражает меня едой знает что лекс как всегда проебался с едой честно честно хотел купить макароны но купил картошку правильно макароны это зло неприятно просто мне от это от погоды блин что такое состояние вообще пипец это еще видео сраная блин не рендерин блин там по объему этот видос он будет занимать 24 гигабайта где то все ну вообще не рендеринг просто в принципе ну ну 55 секунд даже х264 ладно попробую по-другому блин а может а нет это херовая идея вообще а если youtube 360 видскрин 23 76 либо 1800 или 720 на 720 на 1080 разницы особо нет youtube hd и экспорт 55 секунд всего лишь я выбрал из всего видео почему то даже 55 секунд отказывается рендерить а и а а и и и и и до какого черта он так херовый рендер я уж не знаю как это все просто не хочет рендерить как бы аудиофайл есть часовое вот видео блин даже не знаю а 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 Блин, да херня вообще отказывается что-либо делать, я не знаю Может быть стоит просто переснять на телефон с экрана всю эту шляпу По течению 10 часов Пиздец Почему все так через жопу? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Че, оно отренерило уже? Шикарно Так, 30-секундный фрагмент за сколько как слышно как видно дожди подожди я тут короче ты и проекты нормально слышно с новым годом планировалось все более красиво где это шляпу ночью неплохо так по скорости с вами окей я закрываю кишева а вообще не только осык есть но 011 avi вот запустится или нет не хочет что за кусок говна почему вот процесс рендеринга какой-то через жопу весь надо кровь из носа запустить на ночь от сраный рендер блин мне уже башка не варит просто сможет просто немножко пообщаемся кто-то продолжить я боюсь у меня пробиться ты там изготовил все а ну да я уже ем салат приятного аппетита спасибо ли сейчас я закончу этот тег сейчас подпишу и начнем просто мне надо писать чтобы он хотя бы запустился 30 секунд без нифига с решение 720 так ну погнали так чё там приятного аппетита вижу что ты живешь почему не потянет это у меня будет там нормально все тянуть не тянуть все нормально не переживай захват видео захват ничего не понял даже я сейчас разбираюсь захват камер нас вообще кто-то смотрит какого черта захват окна вот есть но мне нужны выше камеры поставить дебиле почему они почему она не не ползет вверх это кусок этого говна так сейчас вроде бы так это так вроде бы отрегулировал ты какого черта он все хватает так вот я в общем отрегулировал всю шляпу тяжело работать просто целый день вот еще погода говнина я просто даже не выходил на эту самую слышно видно хорошо нет по ссылке лучше пока не ходи потому что там у тебя комп зависит значит тебя видно хорошо на данный момент сейчас лейбл наклею подожди чтобы было понятно видно тебя хорошо значит слышно тоже хорошо ну-ка скажи что-нибудь да нормально все слышно так это давай блин обсудим как бы обсудим чё почем а я не вижу тебя просто смотри такой вариант что если ты будешь смотреть трансляцию одновременно с а чат где куда чат делся а в пизду чат это короче если ты будешь смотреть одновременно трансляцию с дискордом то у тебя комп накроется значит у тебя один вариант только слушать и потом трансляцию повторе посмотреть то есть слепой вариант один да всем привет с вами ok нет в общем это первое у нас включение по поводу предыдущего фильма фильм у нас называется мы короче название еще не придумали снимать сниматься он будет где-то летом ну летом точно потому что у нас будут планы касательно есть планы касательно летних съемок чтобы камеры нормальный свет ловили в общем это точно не зимняя тема будет фильмец будет здоровский фильмец будет крутой будет точнее широко раскрыта тема красного макосина да на это просто фэйспальм произошел тем не менее наш над есть мы сейчас сидели хорошей с тобой студии с двумя микрофонами все вокруг черная звукопоглощающие панели вот я думаю что нам бы это помещение очень подошло и я не сомневаюсь что у нас будущем будет возможность пользоваться таким помещением таким оборудованием ибо мы достойные люди для этого вот для тех кто не в курсе слева от меня слева это там вот показываю слева на левой половине экрана это нет это человек представься расскажи про себя пару слов боже ну ты капнул у меня просто свой канал на ютюбе есть я монтирую видюшки и выставляю на обозрение свое мнение ну то есть у меня видео это моя интерпретация каких-то тем вот и в принципе иногда с юмором получается народ лайки ставит иногда не слайки вот мы с лексом хотим делать коллаборацию скорее всего это будет летом в сочи в планах у нас фильм и сигнальная серия сериачка и видеоклип для центра очки сейчас работаем на сценарии ищем людей не хочу много чего озвучивать нам много чего будет и музыка будет и естественно будет экшн драйв игровая лента у нас игровой арт-хаус короткого метра все это будет конечно в стиле треш что-то отдаленно возьмем от дэдпула ну какую-то такую подачу в некоторых местах ну чтоб немного конечно будут лирические отступления мы будем петь с лексом я надеюсь конечно зачитаем что-нибудь мы будем ездить на лексовских великах пригласим Джейми Хайнемана Адама Сэвиджа чтобы они тоже заценили но я думаю они не согласятся но мы их все равно пригласим да можно быть Джонни мы всегда ждем с распростертыми объятиями правда у меня для него ни колы ни шоколадок но тем не менее его визит будет не лишним если если ему нет и будет переночевать он может остаться у меня на какое-то время у меня есть половинка дивана и я его могу покормить или он может переночевать в велодоме тоже норм там печка есть спаги можно поставить у некоторых людей будет слишком для обсуждения если приедет чем его покормить как обогреть и сделать кровь да главное чтобы он не связывался со всякими фантастическими тварями да фантастических тварей у нас полное пространство вариантов просто это капец как сказал Джонни Депп в одной из сцен фильма пираты карибского моря никогда еще не видел подобного сборища и всем я должен денег по-моему там такая фраза была или это или это сказал короче не важно кто сказал да он всегда в каком-то из моментов что-то говорит эпичное кстати нет вопрос может быть нам развивать тему подкастов подкаст это тема мне нравится давай тогда оставляй с самого конца только вырежи мою жирную жопу я ее не видел ни я ни камера это не аргумент это факт вот всем новоприбывшим объявляю и тем кто смотрит повтор что вы находитесь на межгалактической радио радиовидеостанции имени Элекса и Неда и сейчас у нас в эфире ночное радио шоу на тему грядущего фильма вот да мы присутствуем при историческом событии приготовления приготовление провианта да Нед готовит провиант вот Нед ты шашлык умеешь делать нет? а слушай по поводу шашлыка я же мясо не ем рыбу и яйца я не ем ну я не говорю что шашлык из мяса можно из грибов сделать можно из огурцов сделать да я мечтаю об этом с мая и пока это моя мечта не увечалась успехом но я думаю не надо останавливаться смотри есть такая такая тема во-первых в велодоме будет печь внутри можно там мини шашлык сделать во-вторых будет мангалбайк а для как бы тех кто первый раз слышит что такое мангалбайк это велосипед совмещенный с шашлычницей вот это абсолютно серьезно я об этом говорю потому что есть у нас Андрей Пирогов это ну он пока что начинающий но очень сильно подающий надежды обзорщик ресторанов очень дорогих это серьезный дядька который разбирается непосредственно в кухне то есть он сам повар шеф повар он готовит и готовит эксклюзивно так вот Андрюха он хочет по наехать ко мне и собственно заснять сессию сюжетик про меня и про то как он готовит на мангалбайке и я к чему это все говорю я говорю потому что мангалбайк он будет использовать не только в эпизоде с готовкой если все с Андрюхой у нас получится но и в нашем фильме потому что на мангалбайке мы будем что-то готовить скорее всего вот так вот я тут подумала что-то готовить на съемках надо будет что-то есть и что-то пить да само собой потому что если не есть и не пить единственным желанием будет поспать а спать не надо надо снимать нет не спи летом на пляже а то не завяжешь самурай без меча подобен самурая с мечу только без меча вот такие дела и пироги и так напоминаю вновь прибывшим что мы находимся на телерадио шоу межгалактического радио недо и лекса и сегодня у нас подкаст ночной по ну не важно почему у нас сегодня бомж подкаст и все пучком ночной обзор продолжаем люблю этот звук мать его вот и качественный микрофон а еще звукопоглощающие панели но ни того ни другого у меня нет но я тем не менее мне мне нормально так а значится что у нас тема красного макосина это что скажешь да нормальная тема это будет один из ключевых моментов действия нашего фильма слушай я подумала может задействовать этот момент еще в девочке ну так скользь я думаю что надо сделать следующее надо как бы взять велосипед красных макосинов много и обклеить велик красными макосинами не это рвет просто рвет рука лицо рука лицо стайл да вот на самом деле макосины да это такое как бы это связующее звено между что да смотри помнишь что ты предлагал вот эти у меня записано 4 клоунские пункта вот давай в пятом его туда включим и просто летом мы будем ездить на твоем красном макосиновом каприолете или уже не каприолете ну я так скажу что к лету у меня будет готово два прототипа первый прототип это велодома второй прототип это канистра который сейчас снимается активно вот вторая часть на ютубе вышла кому интересно там снизу есть ссылочка и как бы можно это все посмотреть вот так что я хотел еще сказать по велодому сказал да велодом у нас будет как этот самый как передвижной в общем центр съемок что в этом роде эпицентр закулисная жизнь вот человек который не знаком со мной посмотрел на мое лицо скажет Лекс да ты шашлыков объелся с мясом смотри какая у тебя широкая морда а я ему отвечу чувак хер из два у меня куча шашлыков еды практически нет ну это серьезно говорю у меня просто такая комплекция широкая кость не я сейчас на тебя смотрю у меня реально широкое лицо мне это очень нравится я бы еще был поширше у меня столько еды нет чтобы вырасти короче хотя очень хочется короче я мутант мы сурово какая я всегда много ем и мне все говорят блин вообще не похоже на тебя как бы в том смысле что пропорции нет ты съедаешь больше чем выглядишь ты им скажи что я вас я вас тоже съем всех я говорю ребят ну что вы хотите у меня луна в тельце они говорят ничего больше нигде я говорю проверено нет только это луна я в этих арзотропических штуках не разбираюсь вот но тем не менее я могу сказать что у меня есть сварочный аппарат и болгарка это круто это все руку могло только сварочный аппарат и болгарка защитные да вот сейчас дожди идут я думаю как делать эту самую мутить крышу на кастом на канистру обязательно потому что проблематика заключается в том что мне надо кататься по ну так сказать по состоянию здоровья и двигаться я не могу сидеть в помещении ходить мне лень зад вперед а ездить я люблю и единственный выход это ездить катать на байке и вот я думаю намутить крышу дождаться когда будет снег и запилить видос как я дрифтую на льду короче на кастом вот потому что вчера я выезжал ночью и вчера ночью был вообще очень странная ночь сначала было холодно потом очень тепло я пальмы завез велосипед и там его отфотографировал ночью да и по набережной проехался тут вот собаки на меня напали я собак залил собаку я залил одну собаку перцем жестко вот это было круто я такого удовольствия не получал вообще давно она такая убегает такая гав-гав-гав-гав на меня жестко так я вижу что она жестко сокращает дистанцию типа но это вызов типа это атака уже все а я такой заблаговременно заготовил баллон и просто вылил ей в лицо ей в лицо конечно а куда же в чем собаки 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 тихо не но если бы я валил в жопу ебалон то там бы это был турбо турбо рейсинг просто от меня о лицо элона маска блять нэд смотри нэд слышь да я щас тебе покажу лицо элона маска я научился делать это вообще дичь надо его куда нибудь вставить подожди потом если будешь снять повтор вот в этом месте заскринь пожалуйста сейчас я сделаю обязательно лицо элона маска очень похоже кстати если бороду убрать блин и лицо другое овал но у меня квадратное лицо а у элона более он вот так вот делает просто хотя стой сейчас поближе может это эффект освещения так сказывается а ты на кухне только ешь или там где-то еще больше больше время до кухни проводишь да тут в этом и в том месяце благоприятный сектор я пойду для развития так сказать шоу-бизнеса окей а у меня лицо элона маска есть а у меня все отлично опа что это это говядина с овощами обижаешь нет это грибучки морковь пучок немножко черного молотого перца и кстати я забыл посолить и картоха в мундире тоже неплохо здоровско да-да-да интересный момент в общем по поводу сюжета нет еще не будем пока раскрывать подробностей подробностей нет ну давай немножко опишем вот ну там конечно будет много фишек разных подковов поцелов прикола фишек да эти пасхалы как их называют вот что-то типа как было первым мы тоже хотим снимать сейчас дорабатываем сценарий и наверное клипы мы сделаем какую-то коротенькую выжигу ну или начало предыстории ну в общем мы еще обсуждаем клип я думаю алекс мы это обсудим ну окончательно да марионт ну да и спаться будем сниматься не только мы у нас тут еще люди я бы даже сказал 33 человека с плюсом не все не все будут в красных магазинах нет подожди 33 человека это сколько 33 человека почему 33 у нас же в сценарии 33 есть момент когда 33 ну и помимо других сценах у нас будут люди масло льняное что ли да у меня всегда задавался вопрос вот что если взять рубаху пророка длинную такую белую короче облиться льняным маслом короче чтоб она желтоватая было надо сейчас сейчас чувак подожди это ящик пандоры открыл и короче вот таком виде короче по сочи просто пройти по берегу в жару в час пик в сезон чтобы там всякие мужики смотрели бабы там смотрели чтобы там вообще дичь была просто ха-ха-ха надо штырить смотри ха-ха-ха 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 я думаю давай мы это сделаем лучше после того как с ним не я просто мне интересно вот этот момент чисто как не как с позиции там каких-то психо-сифо-физических кракозябр или прочих всяких эзотерических сэ-сифо-физических сифо-физических вещей я бы сказал что это мне интересно только с позиции космической суперпозиции и в это время где-то в NASA Где-то в НАСА Просто Ну, шляпу я думаю Нанимать не надо, да Так, 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 так Окей, а у меня что? А у меня капюшон есть Ты, кстати, гирлянду надел? Сейчас, сейчас все будет Лекс, я не разобрал Сорона в окно поступил Мы его встретили все Да, встретили, сейчас мы гирлянду Намотаем Все сейчас Все ради контента, как говорится Да, ради всего Так Ну что ж, сегодня я главный По дизайну Ты бы видел этот трэш Нет, но я думаю Ты увидишь его еще У меня есть пульт Я его вижу Кто-нибудь, кто смотрит Сделайте, пожалуйста, клип из этого Так Фейт О В общем Мы Как бы сегодня Мы Number One По дизайну Да Так Короче, примера про Послала меня нахер С рендерингом видео Она сказала Лекс, ты обнаглел 10 часов Я тебе рендерить не буду Вот Что у нас У тебя было Ага Банкалка Еще мы так В эфире Я просто хочу Выйти на свой канал Посмотреть Есть ли там Кто в чате О У нас один человек Смотрит Как это звучат Так это я сам себя смотрю Привет Слишком много Призрак разума Привет, чувак Я только чат увидел Если ты здесь еще Блин Так Какого черта он параметры трансляции загрузил Как я хочу Я хочу уменьшить качество этого приема Качество видео Ну и хорошо Ладно В общем А на ютубе это видно? Не, на ютубе нас не видно Нас видно на этом В ОБСе В ОБСе Но Но У меня есть такая функция Интересная Функция называется Это самое Переброс видео Короче На ютуб Я заброшу на ютуб видос И мы О Смотрим Я гиперпророк Вот ты бы это видел Если по ссылке пройдешь Быстро Посмотришь Давай Сейчас Сейчас О О Вот это мне нравится Я киберхипи Короче Я Киберпанковый Хиппи Топовый Вообще Вообще Я Кибериндеец Класс Вообще Дичь Так Нео Блин Прикольно Лицо Лицо Илона Маска Когда он Покурил И так Типа Not Ссылки Ссылки Которые Я тебе Кидал Распространяя Распространяй Типа Да Сейчас Вернуть Я пытаюсь Посмотреть Заходи На этот На GPS Короче Я забыл Как это называется Как это херня Называется Так Подожди Желтый Давай Желтый О Я вижу У тебя И меня О Крутяк Господи Как же ты Классно Вот Видишь Киберпророк Фиолетовый Давай Розовый Захерачим О Фиолетовый Мне нравится Отлично Да Ну куше Я закрою А то Это Тянет Так Есть кто У нас Нас кто-то Смотрит А Мы Сами Себя Смотрим Божественно Да Я Зашел На Твич А Видел Вот В общем Смотри Я Наверное Сейчас Фейт Включу Чтобы Он Просто Херачил Вот Так Мне Нравится Вот Вернемся К повествованию Фильма Мы Сегодня Для тех Кто только К нам Сейчас Присоединился Либо 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 Сегодня Мы Уведем Повествование Про Фильм Да Я Понимаю Что Сложно Смотреть На Лекса Который Говорит Серьезные Вещи С таким Видом Который Натянул Себе Светодиодную Ленту На Лоб Тем Не Менее Ребят Реальность Бывает Разной И В связи С этим Единственное Что Вам Нужно Это Смириться С Этим Фактом А Мы Продолжаем Я Я Е Нет Е Вот У 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 Видимой Вселенной Так Между Прочем Мы Не Сказали Мы Вас Всех Поздравляем Со Старым Новым Годом Красный Макасин Да Поздравляем День Тигров Фаллических Быков Да О Фаллические Быки Это Мне Прикалывает Это Я Наверное Олени Козлов Овец Паран Кибер Индейцев Не Забудь Ну Этот список Можно Поздравляем Всем Кого Можно И Короче Желаем Не Короче Длиннее Длиннее Желаем Здоровья Чтобы Мечты Сбывались Денег Наверное Чтобы Каких Денег Нахватал Ну Или Средств Как Время Средств Но Не Всегда Просто Это День Вот Поплотало Тоже На Осуществление Мечты И Вообще Хочется Пожелать Чтобы Жизнь Проходила Продолжалась Потом Не Жали Как Там Говорят О Смертном Андре Одра 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 Что Такой Город Одр Одр Это Село Одра Это Город Перестолица Одр День Рождения Лекса Видел Какая Ассоциативная Связь Ничего Не Сказал Все Положительно Давай Пока Не Будем Про Наши Национальности Разговаривать Короче Одр Одр Это Есим А есим Это И пить И какать И писать И бегать И летать И в метро Заходить И выходить Главное Чтобы Число Заходов В метро Равнялось Выходом Из метро А еще Самурай С мечом Подобен Самурая Без мечу Только С мечом И наоборот Да Кибер Кибер Панк Кибер Пунк Кибер Пинь 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 Кибер 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 Индейцы У нас Насчет Фильма У нас Будет Несколько Персонажей У нас Один Персонаж Ну Можем Назвать Уже Персонажей Как бы Сюжет Не будем Говорить Но Потому что Сюжета Нет Еще Мы Полностью В проеме По сюжету Но это Нормально Это Признаки Общей Социальности Вселенной Вселенных По сюжету По сюжету А я не буду Вам рассказывать Сюжет Потому что Его нет Сюжет А помнишь Одно из рабочих Названий Хотели назвать Фильм Дико На все Проелось Как все Проебалось В один день Это был День Когда мы Все Проебали ВИЧС 90 Мы начали С гнусавого Перевозчика Слушай Давай скажем Что мы будем В фильме Сниматься Но не только мы В смысле А блять Я Я же Я же Понял Я же Понял Я понял Я сейчас Возьму Вот это Вот это Устройство И мы Просто С него Будем Так и Наблюдать Чат Будем Те присутствующие Дамы И господа Так Что у нас тут У нас тут Кибериндейцы Так Это самое Так Учетная запись 31 фолловер Кто подписался Признавайтесь Продюсирование Продюсирование Анонса Это что Я написал Что Нихера себе Нед Нед Смотри Короче У нас будет Персонажи Какие В фильме Сказочные Сказочные Идиоты Я понимаю Но Каков Общий Каков Общий Процент Гиперболической Экзоциальности Данных Особей Ну это Почти Почти Отсутствие Почти Отсутствие Гиперболической Экзоциальности Особей Понятно Анет Смотри У нас будет Один персонаж Это Как его зовут Уже забыл Короче Киберпророк Будет Будут ребята Которые С красными Макосинами Обязательно Обязательно И на Приоре На Приоре На Дайтоне Да Тапка в пол Тапка в пол Макосин Короче Там еще будет Эпизод Когда мы кидаем Красный Макосин В море А он возвращается А мы его снова кидаем Он возвращается Это все нарезка И Короче Это дичь Вот Что еще Вот эта штука Которую Эннет держит В руках Она Тоже имеет Немаловажную Функцию Ее функция Заключается В отсутствии Функции Знаешь Как та схема Сопротивления Бесполезна Когда сопротивление Замкнуто Само на себя Знаком С электротехникой Поэтому Он понимает О чем Я Это Когда резистор Когда резистор Замкнут На землю Само на себя Еще Сопротивление Бесполезна Там ничего Нет Просто Да Так Что у нас О У нас тут Прибавилось У нас Два зрителя Удивительная штука До вечи Мы сделали С Недом Анонс На вот это Телешоу Или как это назвать Никто не пришел Ну и ладно Зато мы здесь Все тусим А может там есть Замаскированные Скрытые Виапи Зрители Из Твича Хрен знает Слушай Как ты думаешь Я к лету Обрасту Я думаю Что вполне Если ты не будешь Стричься И Нормально Ну сделаешь Нормальный Сестайлин Хайркат То будет Вообще Тичь Нормально А ты Дреды Сделаешь Где ты Дреды Я не знаю Я готов Сделать Дреды Просто Дреды Когда ты Сварщик Болгарщик И Кастомайзер И Выживальщик Дреды Они Ну они Как у Индейца Вот этот Вот Высокий Такой Ну как Это Назвать Корона Из перьев И ты Ходишь И они По потолку Вот Потолки То Разные Бывают Бывают Очень Низкие Совсем Низкие И Вообще Низкие А когда Потолок Вообще Низкий То И Как бы И в перьех Ты Не зайдешь А хочется По Участку Северокорейского Туннеля Представляешь Шостэн Шостэн Не Слушай Матерпаскальному Участку Как на Краснополяву Ехать Там Вот Такой Сейчас Не знаю Вот Едешь Тут Скала А там Обрыв 200 метров И Ты Такой Едешь На Кастом Велике Такой Короче Приложим К нему Давление 250 Гигапаскалей Вот И Произойдет Квантовая Сингулярность Это Я сюжет Сейчас Рассказываю Это Не фигня Вот И Впоследствии Квантовой Сингулярности Получим Число 3П Оно Будет Выражено Математической Постоянной Той же Сингулярности Потом Появится Дружко И Скажет Я не хочу Этот банан Потом Возьмет Банан И съест Понимаете О чем Я А если Мы Соединим Тулу Москву И Воронеж Прямыми Линиями То мы Получим Треугольник Зачем А я Не знаю Вот Так Вот Не думаю А я Думаю А ты Не думаешь Да Вот Кстати Знаешь Я думаю Что мы Можем Термоклей Залить В карман И Вместе С этой Штукой И у тебя Вот эта Штука Она Укрепится В кармане И она Не будет Вообще Выпадать То есть ты можешь любые движения делать И она всегда торчать будет Это сам факт того, что она будет торчать Не, она не будет там Перекашиваться, она будет вот так всегда Вот так, да Слушай, давай это У тебя есть какая-то рубашка с карманами, которую тебе не жалко Для съемок пожертвовать Мы просто ей в термоклей в карман зальем И короче она будет вот Ну да, торчать будет Эта штука Не, ну мы что-нибудь придумаем, да Надо просто покопаться А еще можем вставить туда батарейки Сделать подсветку, чтобы она светилась Типа, окей, какая-то Волшебная палка У принцесс же есть волшебные палки Ну вот у тебя будет волшебная палка А у меня волшебный обруч Светящийся Это, это самое Светится мысли, которые Освобождаются Потоками, они Короче, они вызывают ионизацию воздуха И это называется свечение Черенкова, по-моему Когда очень высокая радиация И, короче, воздух вокруг башки светится Это эстетически очень интересно Вообще обычно свечение Карбанова-Черенкова называется Я не помню какое-то Короче, это термин 60-х годов В общем, из-за ионизации Обычно оно голубое Но мое свечение может быть любого цвета Я могу сделать зеленое, красное Синее А мне больше вообще фиолетовое нравится Но я думаю, что если мы можем взять флэш И оно будет вот такое То есть оно мигающее Или мы можем фэйз А оно будет вот такое переливчатое Знаешь, мне нравится фиолетовое И переливчатое Вообще бы я сделал половину фиолетовым И половину переливчатым Вообще, я люблю свое свечение Такие дела Это был словесный понос от Лекса Мы продолжаем Словесный понос от Дресня Блин, просто Дик Лекс смотрит на Неда У него бурчит желудок Жестко И Лекс понимает, что Вот реально Вот если бы я мог дотянуться Я бы все сожрал нахрен Да-да У тебя бы не было Твоих сковородок Уже я бы их взял И съел нахер просто Так Мы Многоуважаемые зрители Телезрители Можем наблюдать Стоп-кадр На котором запечатлен Проеб компьютера у Неда Ну Мы Как бы Не лыком шиты Поэтому Захват окна Вот так я выключу Нет, ты куда там делся? Час ночи Это был час ночи И в час ночи Мы ехали в Сочи Нет, куда-то пропал Мда Огромн Талантелс, там чё этот самый произошёл, дестрой что непонятного происхождения. Пытаюсь сейчас с Недом связаться, что-то не получается, видимо у него системный сбой произошёл. Тем не менее, мы будем продолжать пытаться. Сейчас, красный режим. Так, почему нету связи с Недом? Я так понимаю, писать ему бесполезно. Ладно, окей. Какая жесть, просто дичь. Так, почему нету связи с Недом? Что? Звонит. Так, Нед, чё у тебя произошло? Чё? Чё? Иннет отвалился немножко. Иннет вывалился? Ни хера себе. Да, ни одно так здорово. Чтоб было интересно. Чё? Прикольно. Прикольно. Прикольно ты живёшь. У меня, короче, проводок просто выпадает из компании, а так нормально. Так, не надо. Зелёный квадрат. Нахрен. Бейся. Ладно, оставим его, пожалуй. Вот, в общем, чё ещё можно сказать про видео? видео кстати у меня синий режим сейчас сменим его на радужный вот так то лучше нет хочешь я тебе прикол скажу я одел светодиодную ленту на бушку мне стало лучше как ты думаешь почему мистика не знаю я не знаю я хочу вообще замотать голову вообще просто по кругу светодиодной ленты чути с камерой те камера отвалилась камера есть блин отлично это самое ну чё у нас поэтому пирогам по нашим он мой вроде все обсудили да так да можно какие-то сливки сейчас по похавать какие-нибудь прикольные контексты я не знаю там вот это я хотел сделать да где моя линза а это прикольно будет этого карину стримишь короче пригласить чтобы она орала короче там дико ну я думаю этого все хотят так нет опять куда-то камеру надо опять короче да так вот примерно вот так все происходит да нет что-то у тебя интернет лагает жестко и хераси у тебя там какие это это чувак вы чё за пиво это не пиво это кислый компот кислый компот фига себе обычно компот в трехлитровых банках они в таких пивных бутылках продается это какой-то это арма армавирский компот особый это ты сделал мне поражает вот у тебя способность есть короче создавать уют я думаю сетя просто вот наш завод в сибири где-то в ебенях просто наш проебанный просто там короче петровище в банках греет короче жрату на батареи вот у них такого уровня там уют бытовки там вы с вонючими сапогами и тут появляется нет такой нет ребят дайте мне короче месяц такой подмигивает начальник начале такой ладно нет мы дадим тебе месяц проходит месяц короче там цветочки там все так уютненько там наши скатерочки такие рабочие там петрович перевоспитанные все короче теперь сапоги не воняет все стирают все наши такие просто все да газончики все уютненько то греш уже не завода дизайнерская какая-то студия просто гигантская правда пока ты беда правда не ульдак а ты живут как у котов причем там свои эти самые подушечки тестированные у всех то есть там гиперуют просто там уют бомба уюта взорвалась короче заводе и все вот все там филигранно приходит лекс такой смотрит на это на все на петрович и смотрят на меда нет ты как этот ты как зараза просто разросся тую там просто пусть и пусть и пустит как оба в гору да пусть и пусть или короче типа типа да наверное возможно ты знаешь кстати автостопом по галактике там такие есть значит 2001 года по моим фильме 2002 ты его смотрел наверное вот и в общем суть автостопа по галактике в том что там первый русский перевод который делали именно фильм по книге дугласа адамса автостопом по галактике короче это топовый перевод там есть персонаж который строит мир и короче такой волосатый такой есть зафорт библброкс это короче такое президент галактики такое вот такой чувак вот а если я и чувак который строит и он подходит наш к нему этот в халате парень короче который там по галактике будет подходит чувак короче мне надо ты кто а ты кто, и у них начинается диалог, там так построены сами фразы, вот по типу, как я сейчас говорю, то есть да, наверное, возможно, если бы, но может быть, типа вот вот так вот, никакой конкретики абсолютно, но вроде ты как бы чувствуешь вот эту вот нить, и это матерское просто, я хочу выразить респект ребятам, которые делали перевод на русский, потому что реально профи делали, это топовый перевод, один из самых душевных, душевных блядский нимб, душевных аллокаций, в общем, федерации, коллаборации, атмосферности фильма, который я видел за всю свою жизнь на этой планете. Мы в таких случаях с котенком разговоры разговаривали по поводу того, что мы всегда работали в Москве, и мы постоянно куда-то не ходили, вот только захотели пойти куда-то, да, там, на концерт, и постоянно нас ставили, у нас была рабочая смена, и мы постоянно не могли, либо вместе, либо по раздельности, но не могли никак, и мы уже в очередной раз просто уже начали шутить на эту тему, типа, коллега, а давайте-ка не пойдем вон туда, а давайте-ка, а еще, а давай в феврале, такого-то числа востока, и пойдем туда, да-да, давай-давай, и мы вот так уже не ходили, просто, на какие-то... у которого допуск 0,001, вот, да-да-да-да, это было жестко, смотри, у меня есть эти, смотри, какие у меня штучки есть, оп, блин, я нифига не пишу, прикольные, а ты на повторе посмотришь, я думаю, ты будешь просто, я тебе ссылочку скину, посмотришь, и, если есть вариант какой-то скачать, скачаешь, ну, возможно, просто, настолько дико дичи, это еще не видел, а, кстати, мне звонят, сейчас, ну-ка, 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 это, это, так, алло, да, да, угу, да, нет, пиццу не заказывал, нет, куда нет, ни в Москву, нет, нет, не хочу, нет, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не буду, не ем, не буду, не заказываю, Нет, 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 нахрен, идите. Всё. Вот такие дела. Такие дела. Хочу путь. Не хочу. Не, я хочу. Не хочу. У меня вон мыши бегают, можно из них шашлык сделать. Если поймаешь. Я даже не помню. Да оно ужас. Что ужас? Это кошмар. Они спаунятся. Там есть у них спаун. Они там спаунятся и размножаются очень быстро. Жесть. Жесть, как она есть, Нед. Напоминаю всем, только что присоединившись к нашему радиотерешоу, что мы находимся на Межгалактическом радио. Сейчас мы ведем передачу и подкаст про грядущие короткометражные фильмы. У нас в студии звезды интернета. Немного, немало. Нед Адлер и Лекс Круп. А сегодня у нас эксклюзивный эфир. И ребята выбили буквально 30-40 минут из своего очень плотного графика. Мы их прям перехватили в аэропорту. Вот. Они как раз к Дудю направлялись. Точнее он к ним. Ну где-то там в небе у них интервью. Должна была быть прям на самолете, потому что ребят просто на расхват. Правда, Нед? Да, да. Почти правда. Да, это чистая правда. И они направились к Дудю. Мы их вот так за руку поймали просто. Мы вам даем, просто даже дали им деньги, чтобы они на нашу радиостанцию пришли. В общем, ребята, нам очень повезло, что сегодня Лекс и Нед с нами. Лекс, тебе слово. Да, я думаю, что наш кофе у вас, кстати, вкусный. Ребята, у вас вообще все здорово. Спасибо большое. И вам нравится, как у нас звукопоглощающие панели происходят. Вы знаете, да, темный цвет я люблю. Как бы темный он поглощает и свет, и форма панели, и звук. И в эту божественную ночь, я думаю, хорошо. О, кстати, я бы вас попросил... Вот, Танечка, подойдите, пожалуйста. Да, что нужно? Знаете, нам бы... Вы только в микрофон не говорите. У нас же радиошоу, мы же уважаемые люди, понимаете? У нас же Соловьев смотрит, у нас Венедиктов смотрит, Варламов. Ну, вы представляете, как вот... Что я директору радиостанции скажу? У нас же мировое имя. Вот, Олечка или Людочка, как вы у вас... Я извиняюсь, конечно. Принесите нам, пожалуйста, три кофе. Неду, вот, соведущему и мне, пожалуйста. Спасибо. А, дверь, дверка, не хлопайте. Спасибо. Вот. Вот. Лекс, конечно, интересно у вас сейчас был диалог с нашей Верочкой. Но я бы хотел перевести нашу тему немного в другую плоскость по поводу грядущего фильма. Нам всем известны ваши фильмы, ваша музыка. В России вы одни из самых популярных блогеров. Просто гудит весь Твич, Ютуб, Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Вы везде. Даже, по-моему, в Москве вы заказали рекламу, но, как обычно в вашем стиле, она куда-то не пошла не туда. Вы знаете, знаете, мы за рекламу не волнуемся. Как бы мы с Недом, у нас такой творческий процесс происходит, что нам нет смысла волноваться вообще за это. Блин, опять связь просто вышла куда-то. Нед, ты тут или не тут? Блин, Нед опять завис. Бывает? Да где моя трансляция? Надо перезагружать мобилу, блин. Или что у тебя там? Ой, какой трындец. Ребятки, у нас небольшая техническая неполадка. Паладка, неполадка. Паладка не дом. Лягушка не воробей. Так. А время заглянуть в статистику Ютуба. 6040. Просмотры... О! Хера себе у нас. Просмотров до хера. Аналитика канала. Что у нас там интересного? Бум-бум-бум-бум. 88. Время просмотра растет. И все растет, все нормально. Все окей. Наружение. Пошло вверх. Контент. Все побежало вверх с дикой просто пытью. Так. Из Молдовы, Украины, Соединенных Штатов. Из России меня смотрят. Без субтитров. Русский. Аттрактивные элементы. Плейлисты. Это нам не интересно. На панели управления. Нед, ну куда ты делся-то, блин? Нед! Да, все, я тут. Нед, да. Вот. И у нас, извиняюсь, зрители, извините, у нас произошла небольшая техническая неполадка. Вследствие наплыва фанатов на сайт радиостанции, в наш чат. Какой-то фанат запустил ДДОС и у нас немного обрубился поток. Напоминаю, что с нами Нед и Лекс. Всем известные, да, медиа-звезды всего интернета. Поговаривают, Лекс, что даже в Японию вас хотят пригласить. Не правда? Знаешь, да, хотят Японию, но у нас плотный график пока по России. И мы пока у нас вообще вот просто никак, вот до конца года, да, просто вообще ни о чем никак. Так, Лекс, поговаривают еще, что вы сотрудничать будете с Смирнягой, с этими ребятами, которые занимаются Лапенко. То есть у нас уже что, третья часть Лапенко? Да, третья часть уже выходит, да. Так вот, вы хотите сотрудничать. Нед, может, расскажешь про это что-нибудь? Слушай, ну я не хотела открывать интригу. Как бы все может быть. Так. Да, мы просто пока не будем об этом. Да, понятно. Вот еще хотелось бы про Дудя поговорить. Какие у вас есть ощущения, что он у вас будет спрашивать и Лекс.Нед? И как вы вообще к Дудю относитесь? Потому что как бы визит к такому человеку, это уже такая точка, такая веха в развитии, когда уже становится понятно, что вы уже пришли некие рубежи, за которые вам уже никогда обратно не перейти. Что вы скажете про это? Да, с вами соглашусь. В общем, да. Я могу сказать, что данное событие мне безумно интересно. Мне безумно интересно с Юрием поговорить. И помню его интервью с Айспиком. Вот. Я надеюсь взять у него контакт Айспика и просто ребят оттуда, потому что я безумно симпатизирую этой группе. Вот. Еще Монетка. Вот. Я думаю, что Дудь это такой человек, который берет тебя за руку и проводит высший уровень российского шоу-бизнеса. Ну, мы с Недом вообще не стремимся на самый верх, мы стремимся на общемировой уровень, поэтому вот у нас Дудь это человек, который нам безумно поможет. Лекс, Нед, вот у нас еще пара вопросов есть, пока у нас есть эфирное время. Вот. А, кстати, вот Недочка. Да, 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 кофе сюда. Пожалуйста. Спасибо. Лекса, вот есть вопросики по поводу того, будете ли вы новый аудиоальбом. Вот тут фанаты написали просто на форум. У нас, ну, чат просто ломится, и все спрашивают, когда вы выпустите альбом музыки. Вот. Все требуют Неда прям, все требуют его красные макосины. Все хотят Лекса видеть в виде пророка, в виде кибер- его образа всех. Неда просто с мухобойкой везде ждут, и, по-моему, поговорить даже за фото с ним платят по 100 долларов. Вот. И что вы скажете по поводу ведущих аудиоальбомов? Я думаю, мы их сделаем обязательно. Даже если их не будет, мы их придумаем. Да, кстати, Нед, вот Нед правильно сказал, я подкреплю эти слова. Нам до вечера тут из Диэнтворда, Ниндзя и Йоландии, если кто знает. Вот. Это мега-звезды, они были популярны, и сейчас они популярны. Ну, в основном, это Южная Африка. Это самое, да. Есть такой момент. Нед, не тыкаем ни в лицо в мухобойкой. Это у нас прикол такой, не переживайте. Все под контролем, все контролируется МЧС. Вот. И, да, и вот у нас еще, кстати, про МЧС. У нас тут с Сусанином. Да, да, именно тот Сусанин. С ним тоже у нас договоренность. Криосан там, вот. Цыган еще, знаете, такой был. У нас со всеми вообще, мы везде. Но вот после вот этого турне, после Дудя, мы отправляемся напрямую к Сусу. И угадайте, что он там будет делать. Мы пойдем в метро, и там мы будем зачитывать всякие штуки из фильма. И больше скажу. Открою небольшой секрет. «В рубахе пророка я занырну в грязь». Вот так. Эпик фейс-пайл. Лекса, блин, очень интересный рассказ. Вот у нас осталось некоторое время до конца эфира. Как бы не хотелось бы зря его потратить. Фанаты еще вот сейчас нам на сайт пишут очень множество, огромное количество вопросов. Я даже не успеваю читать. Пожалуйста, системный администратор, пожалуйста, притормозите эту ленту как-нибудь. Чтобы я мог вычленить какое-то вот... А, вот, они стали писать... Во-во-во-во, так-так-так-так. Они хотят увидеть вашу книгу уже, когда вы распечатаете книгу по своему фильму, и когда можно будет увидеть первый тираж. И будет ли это формат аудиокниги? Вот нам написали за платный комментарий. Человек 10 евро отдал за комментарий. Зачитываю. Андрюха пишет. Андрюха пишет, когда вы выпустите свою книгу по фильму и аудиокнигу. Когда это произойдет? Да, это интересный вопрос. Надо что скажешь. Пока непонятно. Но в будущем. Да, и вот еще приходят вопросы. Как вы относитесь к своему головокружительному успеху, и почему вы залетели за такой короткий период? Может быть, это заговор какой-то межправительственный? И почему вот самый главный, вот этот человек, он 100 евро за комментарий отдал, там все выделено прямо, и нам нужно этот комментарий зачитать. Лекс, наверное, готов его слышать? Тут очень интересно. Лекс, почему ты... Я нашел твои старые фотографии... Там Анонимус написал. Я нашел твои старые фотографии, и на них ты с масонским знаком пирамиды. Как связаны... Связан ли ваш взлет с масонами? Лекс, что скажешь на отчет? Ну, ты знаешь, есть множество вселенных. Где-то мы масоны, где-то мы пуансоны. Патиссоны. А где-то мы патиссоны зеленые, понимаешь? Поэтому я думаю, что наш взлет на самом деле чистейшей случайности. Мы просто попали четко в струю. Вот, Нед просто угорает. Сейчас он просто там вот... Ну, поверните на него камеру. Вот, спасибо. Василий вас зовут, оператор. Да, вот что... Да, отлично. И вот Неду вообще норм. И мне норм. То есть мы вообще... Мы взаимодополняющий дуэт. Да. То есть... Просто понимаете? То есть мы даже счастливы. Мы счастливы каждому моменту тому, что происходит. Вот мы сейчас находимся в студии. Нас... Сколько у вас онлайн сейчас на трансляции? Ну, сколько? 10-20 тысяч. Ну, Лекс, ну... Вот сейчас смотрю по счетчику. Где-то 120-130 тысяч онлайна. Плюс... Сколько нас слушают по подкасту, по радио. Ну, где-то лям. Два ляма. Вот. И, в принципе, знаешь, мы счастливы всему. Вот этому кофе. Вот там Анастасия или Глаша. Кто там это нам кофе принес? Тоже красивая девчонка. Вот. То, что нам Ниндзя и Оланди, там все ребята пишут. Там просто... А еще всякие американские рэперы пишут. Все хотят с нами сниматься. Все хотят делать с нами контент. Нам Федук написал. Нам написал этот... Как этот чувак, который стриженый под персонажей из Киберпанка, блин. Как его зовут? В общем, не важно. Нам все эти ребята написали. Все русские топовые рэперы. Нам даже Тимати написал. Вот с Тимати... Знаете, какой клип снимем? Это дичайшая задумка. Он говорит, я все оплачу. И я говорю, Тим, окей. Проблем нет. Что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы все было дорого. И... Пип! Ну, в общем, вы поняли. Вот. И, короче, я ему предложил. Я говорю, Тим, мы берем, короче, новый Арбат. Берем новый Арбат. Твоя же любимая улица. Он говорит, да, это моя любимая улица. Да, там у меня кафешка есть. Короче, мы берем твой Арбат. Кафе. Мы берем все, короче, золотом заливаем. И сами все полностью кожу. Все в золоте. И мы весь клип, короче, в золоте. А половину клипа мы облитые нефтью, короче. Это будет отсылка, ты понял? И мы там сидим в этом... Мы сидели... Нед, помнишь же, Нед? Что мы сидели в этом в кафешке с этим Стимати, короче. И он отспали, что ли? Нет, это бургерное его, короче. Нам топовые бургеры просто так дали. Просто так. Он сам нас пригласил, помнишь? Короче, у нас дохера всего было. И мы спали, не спали. У нас были просто сутки через сутки. Мы прилетаем из Америки. Другой ритм. Мы не спим, спим. В лимузинах возят. Я это помню. Нед не помнит. Но я его, по-моему, за ноги оттуда вытаскивал. Мы обожрались бургеров. Кстати, бургеры Респект вкусные нам попались. Короче, мы там сидим. И нам Тим, короче, вот это все рассказывает. Я говорю, слушай, Тим, вообще здорово. И мы типа с ним договорились, что после нашего турне по штатам мы уже прилетим сюда. И снимем вот этот мегаклип. Говорят, что новый Арбат весь перекроет. И весь выкрасит золотой краской с ног до головы. И нас тоже зальют. Короче, суть клипа. Половина мы в нефти клипа, а половина мы в золоте. Это отсылка. И это так ему понравилось. Пипец. Блин, вообще. Вот такие вот дела. Лекс, блин, интересный вообще рассказ про Тимоти. Столько инсайдов ты накидал. Это прям просто. Вот этот подкаст, он будет стоить очень дорого в интернете. И как бы никто не знал, что вы хотите снять такой клип. Какие еще у вас есть планы? Нет, может быть, что-то ты скажешь. Какие-то у вас долгие... Вот все, кстати, пишут, фанаты, еще какие вы клипы хотите снять. Что вы хотите делать дальше? Какие коллаборации будут? Нет? Ну, как бы... Сейчас у меня прицел на клипсерилы Дни. Все это идет параллельно и пересекается между собой. Еще... Вот, Лекс, мы же хотели... Ну, ты это хотел. Если получится приложить руку или что-то еще, я прихожу. Тут клип про денег... Про деньги в унитазе. Про унитаз денег. А, денег в унитазе. Это, может быть, Нэд, ты имеешь в виду клип Лекса? Да, это, наверное, тот... Да, это, наверное, тот... Это... Кстати, а что ты скажешь по поводу своего альбома, который ты не озвучиваешь, показываешь? Лек, что скажешь? Ну, вы знаете, да, есть такой момент, один есть такая задумочка. В общем, когда-то давным-давно в далекой галактике мы с Анной Катариной. Это R&B-исполнитель. Она сейчас работает, у нее успешный бизнес по массажу, но вообще она R&B тянет. Очень-очень клевая девчонка. Короче, мы с ней написали альбом. Альбом называется «Линии жизни». Да, мы знаем об этом альбоме, мы его уже нагуглили, вот, и интересная достаточно композиция. Да, я вот продолжу. И, короче, мы, в общем-то, записали альбом, выпустили, но успеха он не заимел. Там такая трек есть из следующего альбома после этого, трек «Мегуста». И в треке «Мегуста» есть эпизод с деньгами в унитазе. Вот. И мы хотели... Давным-давно был такой район, Камушки, это Шмидовский проезд возле Москвы-Сити. Его разломали. Первый у нас был вариант снимать вот там. Ну, нам нужна была массовка, деньги, и лето короткое было. Мы не успели, и потом у нас... Ну, не распалась группа, мы поставили на паузу творчество. Аня по своим делам разбежалась, я по своим. Вот. И в итоге не получилось. Хотя трек был бомбовый. То, что сейчас у нас есть общая тенденция возвращения к колдскульному R&B и всяким рэп-темам, и то, что вот Тимати даже нас вызвал. Я думаю, мы как бы все вместе это все проработаем. Я приглашу Аню. Аня, если ты слушаешь этот подкаст... Это сам, Анна Катарина. Ну, в общем. Если ты слушаешь этот подкаст, я думаю, что... Вариант с нашим сотрудничеством тебе очень понравится. Короче, мы готовы выделить на это денег, и вот... А, вот, Лекс, слушай, нам тут еще написали, что является основным источником вашего дохода. Продажи треков, коллаборации, контракты, рекламные съемки, интеграции. Что вообще, что приносит вам больше всего денег? И почему вы никогда не смотрите в чеке в ресторанах, сколько вас не фотографировали на публике, и вы вообще наплевать, вы просто проводите этой карточкой своей, да, вот у тебя, по-моему, Платинова, и у Неда тоже. Вот, и вам пофиг, как вы столько зарабатываете денег? Может быть, есть какие-то масонские заговоры в связи с этим? Нед, Лекс. Интересные вопросы у вас сегодня, конечно, Нед, что скажешь? Круто, клюют, веду отсутствие... Сутствие тормозов просто по жизни. Ай, дичь просто. Я не знаю, что сказать, Нед, что скажешь. Ну вот, смотрите, ну, ладно, ладно, Нед, давай я скажу. Вот смотрите, вот нам Танечка или Глаша, я уже много имен назвал, в общем, какой-то точно я угадаю, как ее зовут. Вот Роксана, вот Роксана, мне нравится, да, вот Роксана нам, ее по-другому, неважно, в общем, она нам принесла кофеек, кофеек стоит очень дорого, потому что у вас кофемашина стоит, я вообще жил в нищете одно время, я прекрасно знаю, что такое считать бабло, можно сказать, что я парень из гетто, тот самый чувак, тот самый, да, вот именно из гетто. И короче, короче, я считаю, вот этот кофеек стоит 1200 рублей, но я его считать не буду, потому что он вкусный, мы просто с Недом выпьем и пойдем дальше, почему бы нет, а почему бы да, вот вся моя логика. Откуда деньги? I don't fucking know about this shit, man. I don't fucking know about this shit, man. You know what I'm saying, man, this shit? I know what I'm saying, this man, this shit. Вот так вот. Это меня Снуп научил. Вот, короче, неважно. В общем, короче, деньги для нас не проблема, но на самом деле основным источником дохода у нас является YouTube и сетевой продакшн, то есть мы выпускаем видео, выпускаем в завидной регулярности, потому что у нас бесперерывные съемки. Наша политика с Недом такая, что если у нас есть свободная минута, если я в сознании и Нед в сознании, мы херачим. Вот, у нас принцип просто взрывной называется, принцип простецкий. На нас, мы уже сменили сколько, Нед, пять операторов или сколько, шесть уже? Я не помню. Один, по-моему, даже упал на съемках, сломал камеру, но мы ему все оплатили, все с ним нормально, короче, просто у него был не обморок, он потерял сознание из-за перенапряжения, как бы, а мы просто, мы, что, как у нас проходит съемочный процесс, кстати, вот, я тут читаю чат тоже, вот у нас вопрос. Да, Лекс, расскажи. Ну вот, короче, как у нас проходит съемочный процесс? Я встаю в шесть утра, звоню Неду, я говорю, Нед, что у тебя это где? Он говорит, да я тут в каком-то лимузине еду, короче. Я говорю, ты в Москве хоть? Он говорит, да, я в Москве. И, короче, а я говорю, а я не в Москве, а в Сочи. Он говорит, ты что делать? Я говорю, слушай, я сейчас беру, короче, частный самолет и лечу к тебе. Через три часа я у него, значит, я его ловлю, вылавливаю где-то на Кутузовском. Я говорю, Нед, сколько можно катать на лимузине? Поехали работать. А Нед просто спал. Он, на самом деле, тоже много работал, он просто спал на лимузине. Вот, и, короче, мы садимся в эту шляпу-машину. Яду его водили тысячу баксов и говорю, чувак, сегодня твой день, кати нас нахер на студию. Вот, он катит нас нахер на студию, мы приезжаем. Вот, приходит наш оператор, по-моему, Ваня у нас был оператор, да, тот, который упал. Я говорю, Иван, я знаю, что ты здесь спал, что ты монтировал, мы тебе даем еще сто тысяч рублей за день, и, пожалуйста, ты должен все отснять. И Ваня стоит и снимает, стоит и снимает, он молчит, он уже ничего не говорит. Вот, и вот эта экспрессия, она продолжается до тех пор, пока у нас есть топливо в наших баках. Топливом я называю шоколадки, жиротву, ну, я не пью, не курю, ничего не употребляю, ДНР тоже. И единственное, что мы заказываем, мы заказываем просто, ну, вот эти комплексные обеды такие. Ну, да, да, нам известно, ну, короче, нет, я скажу подробнее, такая бадья, короче, там, суши, там, не суши, масуши, там, всякие. Ну, я мясо заказываю, он это не любит. В общем, мы, один у нас заказ на тысяч 30 рублей, в общем, приходит курьер с такими квадратными глазами, смотрит на Ваню. Ваня на курьер и говорит, Ваня, что смотришь, хочешь поесть? А Ваня отказывается, он на работе, он не может у него, в принципе, я говорю, Ваня, если ты не поешься, ты упадешь. Он говорит, ну, я поем потом. Я говорю, потом поешь, ты уверен? Он говорит, да. Я говорю, слушай, мы сейчас поедим и дальше на съемке. Он говорит, окей. Вот. Время, тем временем, время уже 8 вечера, Москва, зима, ночь. Все хотят спать, никто не ходит, а мы хотим работать. Мы просто работаем, понимаешь, и все, мы просто, да, нам известно. Так вот, я продолжу, короче, суть, просто мы сейчас просто в стыдю попали, мне про это интересно, про съемочный процесс. Вот студия, это такой квадрат, такой, как черные стены, там сверху прожектора висят, там ассистентки бегают. Вот, и мы там снимаем что-то, мы снимаем очередной эпизод, там, может, Лапенко прибежит еще периодически, мы с ним совещаемся. Вот. И, короче, Нед просто, я смотрю на него, Нед угорает просто дико. Нед, терпи, терпи, выпей кофе, понимаешь, уже выпей его, уже захватит на него смотреть. Я уже две чашки. Лариса, принесите. Ларис, Ларис, да-да-да, вы, пожалуйста, еще можно чашечку у меня пересохло? И водички. Вот, я заплачу за все. Вот. Короче, мы снимаем эту штуку, снимаем, значит, это самое... Ваня падает, он уже упал, все, он лежит, и у нас возникает дилемма. Во-первых, у нас проебанная сцена, потому что камеру завалило. Во-вторых, у нас разбитая камера, и, в-третьих, у нас оператор, который без сознания. Вот. Мы вызываем, значит, с этого самого, мы вызываем... Кто там у нас отвечает за съемки? Мы вызываем исполнительного продюсера, он все эти темы решает, нам приходит новый оператор, мы с ним знакомимся. По-моему, кто Аркадий у нас был, да, Нед? После Вани. Вот. И, короче, Ване, естественно, мы все заплатили, там компенсацию дали, все окей. Вот. Кстати, Нед больше всего любит какао. Я, когда какао Неда выпил на съемках, у меня началось сердцебиение, гипербуст, и я, короче, не спал потом двое суток. Я потом в Лос-Анджелес, когда прилетел к себе на хату, я тоже не спал. И когда я в Москву прилетел, короче, я всего, по-моему, трое суток не спал. Ну, неважно, короче, блин, пипец. И, в общем, в общем, какая-то дичь просто происходит. Дичайшая. Сейчас, что-то мысль на мысль зашла. И, в общем, короче, мы меняем оператора, там мы все доснимаем, время 6 утра, уже все, все расходятся. И я чувствую, что меня просто валит. Вот когда я чувствую, что меня валит, у нас уже съемочный день заканчивается. Либо если валит Неда, и, в общем, короче, если Нед в состоянии снимать, он снимает. Если я в состоянии снимать, я снимаю. Даже у нас были эпизоды, когда я даже просто брал этот, блин, этот Кэнон, этот тяжеленный, и просто сам уже все снимал нафиг. Потому что, ну, блин, ну, нереально как-то просто дичь какая-то. Вот. Нед, уже там, Нед, ты там ничего спишь? Там из кресла нет? Кофе выпей. Вот. У нас еще был дикий прикол с армавирскими огурцами. Я по приколу зашел на сайт, на сайт, короче, захожу на сайт и говорю, Нед, помнишь прикол с огурцами? Он говорит, помню. Я говорю, давай банки трехлитровые закажем на студию. И мы заказали, значит, ящик этих банок приносят. Открываем, а там, короче, банка, и там огурцы. Мы открыли, едим. Я говорю, Нед, ничего не замечаешь странного вообще? Он говорит, ну, солоноватый. Я говорю, знаешь, на банке что-то не то наклеено. Он такой поворачивает, а на банке вместо огуречной наклейки, там, короче, помидоры. Да, там томатная паста. Я говорю, давай зафотаем. Я это зафотал, значит, в инстаграмчик, там все везде оформил. Там 100 тысяч лайков сразу, там комментарии, там смирняга написал. Говорит, нихера у вас там огурцы, вы что помидоров поели? Я такой, чувак, знаешь, огурцы без помидоров, подобные огурцы с помидором, но без помидоров. И все, кто не понял, тот поймет, понимаешь? Приказание синтепонов. Да, там синтепоновая тема была полностью вообще дичь. В общем, короче, весь съемочный процесс у нас заканчивается двумя вариантами. Первый вариант, все падают на съемочной площадке, и у нас есть такая, это самая, по-моему, Милка, или как ее зовут, эту девицу, ой, клевая девчонка. Короче, она нам подтаскивает такие надувные кроватки, и мы на них спим. Мы просыпаемся, и мы на съемочной площадке. Вот. Либо второй вариант, мы, я уже чувствую, что я отрубаюсь, я говорю, нет, у нас уже съемочный день, как съемочный день, а я пойду. Он говорит, ну ты пойди. Я говорю, ну я пошел. Он говорит, ну ты пойди. Я говорю, я уйду, и все, я пошел. Я пошел, короче, и я понимаю, что я не в дверной проем пошел, потому что там такая дурацкая студия, там, короче, вот этот сам куб студии, он черный, пол, потолок черный, сверху прожектора, и у тебя дезориентация к концу рабочего дня. То есть у тебя, вот там дверной проем, он всегда открыт, а за дверным проемом тоже черный коридор, и ты путаешь, где дверной проем, а где его нет. Я понимаю, что я вошел в стену, я отхожу от стены, такой, нет, он говорит, что? Он говорит, я все видел. Я говорю, я тоже, я тоже все видел, но я не понял, почему здесь нет двери. Она здесь утром была. Я говорю, нет, самое главное, самое главное, что мы сегодня завершили съемки, отсутствие наличия двери на съемки не влияет, поэтому я сейчас на ощупь найду дверь. И представьте себе, я вот так вот, как этот, как Зоидберг, просто, как Зоидберг. Знаете, это персонаж из футурамы Краб. Короче, я вот так вот по стене, вот в таком стиле, я нахожу на ощупь, захожу в этот коридор, а там он уже заканчивается черный, он там белый уже в конце, там уже видно. И все, я выхожу оттуда просто на улице мороз, минус 20, я, короче, на балкон, там такой балкон, и там, по-моему, 20-этажный бизнес-центр. Выходишь от тебя просто, просто, не то, что это как в Химках, когда я жил, там открываешь дверь, там просто дверь сдувает нахер. Вот, я открываю дверь, ее сдувает нахер. Короче, и мне наушники, мне все сдувает, все улетает, все, этот микрофон, вот этот вот беспроводной, отрывается модуль, улетает. Вот, я такой стою на балконе, просто дышу морозом, я понимаю, что мороз, такой, блядь, Лекс, мороз. И другая половина Лексы говорит, да, мороз. Первая половина Лексы говорит, слушай, долго мы тут стоять будем, холодно, ноги мерзнут. А другая половина Лексы говорит, ну я знаю, мы постоим, мне норма. И, короче, я так стою где-то минут пять, пока я перестаю чувствовать пальцы, когда я перестаю чувствовать пальцы, уже все, можно не стоять. Я захожу, закрываю этот сраный балкон, сажусь, там у нас есть кофе автомат, наливаю себе кофе, заказываю себе лимузин. Приезжает лимузин и еду в Рызице, ну там, где мы снимаем гостиницу. Потому что я считаю, что покупать квартиру в Москве пока нет, когда миллиард будет, вот тогда куплю. Вот, и все. Потом я закрываю глаза, меня уже водитель доносит, ну такой мужик здоровый, такой качок, я специально такого знаю, чтобы он меня доносил. Реально, потому что я очень усталый. Не потому что я люблю, когда меня мужики носят, а потому что я люблю, чтобы просто спать. Я люблю лечь спать. Вот, то есть это единственный человек, который может меня донести, и я ему хорошо за это плачу. То есть он закрывает дверь, все уходит, там все, там, Алексей Витальевич, вот все, я говорю, все, 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 вот, пожалуйста, все. Карточка, все, перевод. Все, и он уходит. Вот. И вот так он заканчивается. На следующее утро, это я вам просто реальное событие рассказываю, если бы была видеокамера у меня вот тут вмонтирована в мой лоб, она бы все это то же самое. На следующее утро мне звонит Панин, тот самый. Я говорю, здравствуй, привет. Он говорит, а как у тебя дела, Алекс, что там? Я говорю, ну слушай, нормально все, блин, я что-то только проснулся, первый звонок, то есть мне звонит Панин. Я вообще в шоке, то есть мне ни Киркоров, там, ни какие-то чуваки, там, просто именно Панин, с чему, с чего бы он мне позвонил, блин. Он знает мой номер, но я не понимаю вообще зачем. Я говорю, ну что, как дела? Вот. А он говорит, ну слушай, короче, тут есть одно дело по клипу, там надо поболтать. Вот. И в общем, в следующий момент, я еду там в ресторан, мы это все обсуждаем дело. Вот. И потом я еду опять на студию, на студию уже Нед, что-то там делает. Я говорю, Нед, ты что делаешь? Он говорит, я снимаю. Я говорю, ты знаешь, что вот этот эпизод мы вообще-то вдвоем должны снимать. Он говорит, нет, этот эпизод в одно лицо. Я говорю, а почему? Он говорит, потому что я такой сюжетный ход. Вот. Да, фишка, Нед, ты же знаешь, да, то, что у нас сюжет, его нету. Он вырабатывается по ходу. Да, да. То есть скажи пару слов-то, а то я уже у меня... Дайте кофе, Наташа, дай кофе. Ну, вкусно. Ну, собственно, это Олекс придумал. Я просто пытаюсь делать заранее какие-то вещи, практичивать каждую запятую, но мы сошлись на том, что иногда, ну, очень часто, всегда, когда приступаешь к практике от теории, получается, не всегда то, что ты планировал. Получается даже иногда часто интереснее. Да, да. И правильнее, более подходящее. Вот. И, короче, мы будем по ходу пьесы еще там... Она будет писаться... Каждый следующий шаг будет писаться на основе происходящих в предыдущий момент каких-то событий, движений, даже микроскопических там. Вот. То есть мы вот так вот решили, подумали и сошлись во мнении, что будет так. Нед, вот есть вопросы от фанатов. Лекс, тоже послушай. Да, конечно. Слушай, Нед, вот есть вопросы от фанатов. Как вы прокомментируете то, что вот Лапенко недавно и Смирняга, они сказали то, что будет эпизод большой, то есть будет отдельный сезон, где вы будете мелькать в эпизодах. Что вы на это сейчас скажете? Блин, я, наверное, только обрадуюсь. Лекс, я думаю, ты тоже. Ну, я это знаю. Мы позавчера разговаривали с ребятами, и, в принципе, они как бы хотят следующий сезон с нами провести, потому что, блин... Ну, я им еще намекнул про Суса, про Сусанина. Они сказали, что это не совсем наш формат, но учтут тоже. Вот, кстати, когда мы первый раз им написали с Недом, они потом объявили перерыв большой. Непонятно почему. Нед, помнишь этот эпизод, когда мы... Да, 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 я, естественно, помню. Да, когда мы скинули ролик им, и Нед им написал спич свой большой. Там, видимо, Смирняга прочитала, и они резко просто... Перерыв, просто какая-то вселенская тема произошла. Просто как будто ключ в замке повернули, и дверь открылась. Странная вообще... Странная такая... Они колбасили без перерыва абсолютно вот эти серии. И там я просто ознакомился с материалами. Вот, Смирняга болтал, он мне показывал вот эти все монтажки. Это дичайшее количество монтажа, это циклопическая работа, на самом деле. Там далеко не один человек все это делал. Поэтому вот то, что произошло, это просто... Ну, нам просто повезло. Мы как тот камень, который попал не на дно моря, а который вынесло на пляж на солнце. Вот, приблизительно вот в таком стиле произошло. Блин, типа того, вот типа того. Ну что ж, спасибо, ребят, вам за эфир. Очень было интересно. Недлекс, спасибо, что были на нашей радиостанции. И надеюсь, что у вас все будет круто. И пожелаю вам и от наших фанатов, и от себя лично, и от состава нашей студии творческих успехов и отличных путешествий. Нед, Лекс, что скажешь? Да, Лекс, слушай, а давай скажем немножко, заикнемся про деньги. Давай. На накладные расходы. Накладные расходы. Зачем тебе накладные расходы, чувак? Ну, равно они не будут лишними, когда мы приступим к масштабным работам. По накладным расходам, в смысле. А, понятно, да, конечно, надо, надо, надо. Смотрите, у нас такая... Ты, кстати, объявление кинул. Нет. Нет. Я в съемках был с утра до ночи, у нас реальность слилась с вымыслом, и произошла квинтизиабра реальности, когда сметана становится майонезом, а майонез становится кетчупом. А самураи без меча подобен самураю с мечу, только без меча. Вот. И в связи с этим я ничего не сделал. Так что вот так. Блин, мне удобно так с этой штукой на башке вообще. Надо себе шапку светящуюся сделать. Нифига, нас четыре зрителя смотрят. Это какого черта? Это как так получилось? Нет. И что, и что, и сколько, а сколько нас смотрят? Целых четыре человека, да будет тебе известно. Да ладно? Я выпал в шок. Так вот, насчет средств на клип, короче, до вечи мы хотим, возвращаясь, так сказать, в наш сектор пространства реальности, и мы сейчас только что, для тех, кто смотрел, мы затронули сектор будущего, мы транслировали сектор будущего напрямую, как все будет. Но в данный момент мы находимся в этом секторе пространства-времени, в этом ответвлении пятимерного пространства, и обсуждаем текущий момент, текущие события. Нет, находится на кухне. Я нахожусь в этом, в бомж-студии, назовем это так. У меня на башке светодиодная лента, потому что мне это приятно. Вот. А на Неде золотая цепь, на дубе Том. И мухобойка, неизменный атрибут. Так вот, к нашей реальности возвращаясь, значит, по поводу финансирования. Так как у нас есть задача снять фильм, короткометражный этим летом, съемки будут происходить в достаточно скоростном режиме. Тайминг фильма у нас где-то час 30-40 минут, может быть. 30 минут это маловато, но где-то 40-50 минут хорошего фильмеца. Нам будут необходимы средства на покрытие накладных расходов, на покрытие расходов по передвижению, по обеспечению питания на съемочной площадке и прочих всяких вещей. Вот. Значит, по этой теме, по этой теме, я так скажу, что хотелось бы открыть на краудфандинговой платформе либо где-нибудь такой момент, чтобы люди могли скидывать, ну, донаты на это на все. Вот. И под это дело мы еще снимем анонс, то есть маленький видеоклип, и тоже его закинем на краудфандинг, чтобы люди смотрели, ознакомились с нашим видео рядом, что у нас будет. Ты что, скажешь? Да, 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 да. Да. Вот, значит, вот такие вот пироги. Вот такие пироги. То есть мы хотим просто замутить вот эту всю штуку. Мы хотим полностью сделать, чтобы все было норм, и просто поднять денег для того, чтобы осуществить вот это вот все, вот этот движ весь. Типа того. Эх, слушай, а что ты думаешь насчет рекламы, если нас попросят вставить куда-нибудь, либо синтегрировать, либо просто в наш готовый фильм в выходящее место вставить рекламу? Ну, я бы, я бы не рассчитывал на рекламу в короткой перспективе, так как у нас будет некая проблематика с аудиторией, поскольку нас еще не очень знают. Что нам нужно сейчас сделать? Нам нужно просто сделать фильм и просто его выложить в открытый доступ, чтобы люди смотрели. И посмотреть, какой будет отклик. Если будет до хрена людей, то снимем вторую часть. Вот. Типа того. Выкладывать надо сразу на двух каналах, на твой и на мой. Типа того. Так. Артем... Артем... Кто-то написал... Написал, привет, ты можешь мой видос посмотреть, ценить монтаж. Ну, посмотрю, окей. Потом. Возможно. Наверное. Нет, что-то ты какой-то грустный на видео. Я уже спорил. Такой грустный был. Я тоже спать хочу. Ну, ладно, короче, давай закругляться тогда. В общем, в любом случае было приятно поболтать. Обозначили цели. Означится ссылочку на это видео, на запись этой трансляции я тебе скину. Это видео будет опубликовано на моем канале Lex Group Chronography и с него же можно будет его скачать. Как скачивать, знаешь, да? Вот. Либо просто смотреть. Но я его в любом случае опубликую на хронографию. И ты оттуда его посмотришь. Я тебе дам ссылку личную для тебя. И ты все там увидишь. Либо я сделаю это видео в открытом доступе, возможно. Да, не вопрос. Давай. Давай тогда смотри. Утром-завтра в обед запишемся. Все, давай, ребята, все, тогда, нет, пока. Всем спасибо, что я был нечаянно. Ты рукой хоть помахай. Пока. Давай, пока, Нед, пока. Так, ну что ж, я могу сказать, с нами был Нед. Вам я всем, ребят, желаю хорошего настроения и пребывания. это был подкаст о будущем короткометражном и Неда и Лекса о квинтезиабрах реальности. Ну что ж, с вами был ЛК. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, ставьте лайки и мы продолжаем банкет. Неда и ЛК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому.